Многие дети в возрасте до 4 лет отчётливо помнят своё прошлое воплощение. Существует много таких примеров. Предположим, вам открылись бы воспоминания нескольких прошлых жизней. Представляете, какой хаос это бы вызвало в вашей текущей жизни? У вас было бы много проблем, больше, чем вы можете вынести. Садгуру, почему шестилетний мальчик может вспомнить свою прошлую жизнь? Он может сказать, кем он был, кем были его родители, а через некоторое время он может всё забыть. Да, почему он помнит? Вообще-то ему не следует такого помнить. Природа подарила вам этот кокон жизни, чтобы вы не вспомнили. Она создала для вас защитную стену, чтобы вы не вспомнили. Потому что если вы будете вспоминать, у вас будет гораздо больше проблем, чем есть сейчас. Даже эти несколько лет жизни здесь, 10, 20, 30, 60 лет, люди только и делают, что страдают от воспоминаний своей жизни. Не так ли? Да? Люди сильно страдают от этих нескольких лет воспоминаний. Допустим, у вас открылась бы память о нескольких прошлых жизнях. Представляете, какое смятение и страдание это вызвало бы в вас? Просто находясь здесь, вы всё ещё страдаете от проблем в отношениях, вы всё ещё не в состоянии забыть, что случилось вчера, что может произойти завтра. Все эти сложности продолжаются. Предположим, вы вспомнили свои прошлые жизни и поняли, что ваш любимый сын оказался домашней собакой вашего соседа. Допустим, просто для примера. В наше время собаки живут лучше нас. Да? Представляете, какой хаос это бы вызвало в вашей жизни и в жизни вашего соседа, и в жизни собаки. Никому от этого не будет хорошо. Не так ли? Если, конечно, вы не находитесь в таком состоянии понимания и бесстрастия, что даже если вы узнаете, что это была ваша жена или мать, или ваш отец, или ваш дорогой друг, вы сможете продолжать спокойно жить, даже не взглянув на них. Тогда вы можете знать об этом. Но если вы тот, кто испытывает эмоции ко всему, что вы думаете, принадлежит вам, видите ли, проблема вот в чём. Люди испытывают эмоции только к тому, что они называют своим. которые они называют их. Допустим, вы никогда не знали своего отца, или не видели свою мать с самого рождения, или никогда в жизни не видели своего брата, близнеца или сестру. Если сегодня я скажу, смотри, вот твоя мать, вы никогда не видели её, у вас нет с ней ничего общего. но сейчас, просто потому, что кто-то сказал вам, это твоя мать, как только вы увидите её, о, это моя мама, внезапно появляются эмоции. Откуда? вы не выстраивали отношений с этим человеком, у вас нет с ней ничего общего, просто потому, что кто-то говорит, это твоё. Когда кто-то говорит, это твоя мать, он говорит, что этот человек принадлежит вам. Не так ли? То есть ваши эмоции вспыхивают только к тому, что вы считаете своим. Так что, если у вас есть такая проблема, что всё должно быть вашим, и только тогда появляются эмоции, тогда я скажу вам, будьте более жадными, сделайте всё своим. В этом и заключается суть иши-йоги. В любом случае, вы жадные. Зачем же быть скупыми в своей жадности? Идите до конца. О, мои дети, у меня к ним такое огромное чувство. Сделайте всех своими. В чём проблема? Разве кто-то сможет остановить вас? Кто-то сможет остановить вас? Если это ваш путь, идите по нему до конца. Если никто не является вашим, это тоже хорошо. Это более трудный путь. Но это тоже хорошо. Никто не мой — нормально. Все мои — нормально. Это моё, это не моё. тогда появляется проблема. Итак, если вы помните своё прошлое жизни, но находитесь в таком состоянии, дают сбой, понимаете? Какая-то ошибка ввода данных. всякое бывает. Это ведь такая сложная структура. Так что иногда случается небольшая ошибка. И в результате у конкретного ребёнка не создаётся необходимая защита. Но даже если они что-то помнят, обычно в процессе взросления они склонны это забывать. Много детей в возрасте до четырёх лет отчётливо помнят свои прошлые воплощения. Но к четырём годам эти воспоминания угасают. После четырёх лет они вовлекаются в эту жизнь, во всё, что их окружает. Пока им не исполнится четыре года, бывает так, что в их сознании прошлое просто продолжается. Не знаю, известно ли вам, но в Индии по разным причинам говорят, что пока ребёнку не исполнится четыре года, он принадлежит Богу. Он становится вашим только после этого возраста. Так говорится потому, что в этом возрасте у детей есть столько воспоминаний, что в это время они не принадлежат никому. Взрослее, они постепенно теряют эти воспоминания и начинают более глубоко воспринимать всё вокруг. Вот тогда ребёнок начинает принадлежать вам. По крайней мере, он создаёт иллюзию, что принадлежит вам. Да? Через некоторое время он разрушит её. Они ведь так и делают, не так ли? Так или иначе, они это делают. Так что, да, такое бывает. Такое случалось много раз, но обычно дети через некоторое время всё забывают. Такая способность или такое... отклонение, я бы сказал, случается только на определённом этапе детства. После этого она угасает сама по себе. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok